Доброе утро! Ну и собственно не одни пришли, кто еще у нас в гостях? Домашний хорек Фредка и среднеазиатская или степная черепаха. Но он домашний только по названию? Хорек видно нервничает, впервые снимается. Да, он так что-то очень активно интересуется руками. Ну жарко, скучно на коленях сидеть, ему побегать, поиграться. А есть имена какие-то, вот как зовут его? Ну это его зовут Филипп, черепашка, самочка, зовут Тортила. Ага, Тортила. Ну имена, правда, мы особо не откликаемся. Какой непоседа, ты смотри. На месте они сидеть не любят, очень живые зверьки. То есть представьте себе непосредливого молодого котенка, которого тоже не удержать. Но на сегодняшний день самый возрастной житель зоопарка это кто? Ну медведь, у нас лет 13 живет, бурый медведь по кличке Тристан. Черный гриф по кличке Гриша, тоже вот более 10 лет, тоже лет, наверное, 12, да, живет. У нас живет потомок наших первых верблюдов, верблюдица по кличке Саке. Это такое кличку ей дали, имя такое по именам родителей Сахара и Каракум. Это вот были наши первые верблюды, и вот далее вот это их дочь. Вот она у нас живет в зоопарке, можно ее увидеть в вольере. Да, и мишка у вас просто замечательный. Единственное, не скучно ли Тристану без Изольды 13 лет? Они одиночные животные, то есть для них это не проблема. Это нам пару надо искать людям, а животные как бы... Во-первых, посетители развлекают. А у животных у них все просто, у них за пищей они конкурируют. Это их территория охотничья, поэтому они нормальны. И сколько на данный момент сейчас в зоопарке жителей? Более 400 видов. А начинался у нас зоопарк всего с 30 видов. Вот за 31 год мы прошли такой путь и увеличили, вот как нашу коллекцию расширили. И очень интересные виды, экзотические виды у нас поселили в зоопарке. Сейчас с каждым годом все интереснее и интереснее, все лучше и лучше условия. Экзотариум недавно открыли. Какие там виды? Во-первых, экзотариум это павильон уникальный тем, что там животные из Южной Америки обитают. Там около 70 видов животных. И имеются в самом деле уникальные животные. Там цепкохвост и дикообраз, например, есть. Там капибара, вот это самый крупный грызун на земле. Имеется аквариум для морских рыб. То есть эти рыбы, они оказывается могут размножаться только в условиях естественной среды. То есть эти все, которые там живут, они все к нам доставили из Карибского бассейна. Да, и условия им создали практически приближенные к натуральным, к естественным. Да, совершенно верно. У нас еще информация есть о том, что отряд, если так можно сказать, фламинго пополнился. То есть какие-то молодые особи появились и вот они уже скоро будут в вольерах. У нас обитала группа фламинго. Они уже взрослые. То есть они уже приобрели характерную для взрослых фламинго окраску. А сейчас прибыла группа, она прибыла не сейчас, а в феврале месяце. А сейчас их пересадили в вольер новый. И мы слышали, что что-то в рацион специально должно входить, чтобы вот этот яркий, красивый окрас птицы не теряли. Совершенно верно. В природе фламинго питаются ракообразными. Вот они живут стаями и цепью такой идут по отмели. И фильтруют, вылавливают вот этот свой корм, рачки, которыми они питаются. Именно им попадает в корм, когда они фильтруют. Так как у нас такой возможности в Белоруссии нету, им, конечно, дают рачки, но не в таком объеме, то им в рацион вводят растительную пищу, которая содержит пигменты каротиноиды, которая и окрашивает их, вот придает их перьям вот такую розовую окраску. Это вводит морковь и отварную свеклу. Ну, также еще другой корм, который необходим для птиц. А рационы, которых мы придерживаемся при кормлении наших животных, разработаны специалистами московского зоопарка. Поэтому у нас все по науке. А что касается условий вот температурных, которые сейчас у нас такая жара, вообще как звери переносят и фламинго в частности? Ну, во-первых, фламинго из Африки. А когда они в феврале приехали, как адаптировались? Они, да, могут выдерживать температуру от минус 5 градусов, ну и выше. Но вообще птица, она живет, все-таки водная птица. То есть необходим им, чтобы был водоем. Поэтому они хорошо переносят, прекрасно. Они жили в закрытом помещении, но сейчас вот на улицу их выпустили, под лучами солнечными греются они, ну и радуют нас, посетителей. Ну, я еще хочу поинтересоваться по поводу температурных рекордов и как вот медведь в частности переносит, он-то как раз-таки уже не из Африки, но и остальные животные тоже, как они переживают эти деньки? Медведя кормят, готовят специальное мороженое. Это молоко, добавляют туда сахар, добавляют еще какие-то, может быть, ягодки, какие свежие, замораживают, и медведь вот это ест. Поменяется режим питания, больше дается продуктов содержания воды, это фрукты, овощи, вот, больше питья медведеву, обезьянам в частности, варят компот из сухофруктов. Вот у нас фотография. Да, львы у нас обитают в вольере, в котором встроен водопад, дополнительно со шлангов поливают, тоже вот видно вот мокрая земля, вот. Ну и, конечно, меньше дается белковой пищи, больше старается давать Алиса, тигрица наша, амурская, у нее тоже водопад хороший встроен, то есть специальные вольеры в новом экзотариуме вокруг, где для кошачьих вольеры, там везде бассейны большие, в которых вода. Ну и сотрудники зоопарка сами несколько раз в день совершают обход по зоопарку, по территории зоопарка, по своим животным, и смотрят наличие воды, состояние животных, вот, чтобы у них было укрытие обязательно, чтобы у вас в день. И купаются вместе с животными в фонтане, да? Ну если только с морскими котиками, не в фонтане, у них бассейн больше приспособлен. Ну, конечно, не купаются, это я шучу. Ну, когда моют, получают массу удовольствия, когда чистить вольер. А порадуйте нас какими-нибудь историями. Может быть, пополнение ожидается в зоопарке? Ну, я в плане естественного пополнения, и плюс, может быть, зоопарк также по договору где-то что-то закупает сейчас, каких-то новых жителей уже присмотрели? Ну, у нас тоже такое радостное событие произошло в мае. У наших капуцинов, у нас живет два вида капуцинов, капуцин плакса и бурые капуцины, у них родился детеныш. Это уникально, тем более получены они от разных видов. Отец капуцин плакса, а мать – это бурый капуцин. А в природе бывает такое, что от разных видов обезьянки? Ну, это очень редко бывает. У нас тут, получается, ну, искусственные условия, поэтому такие чудеса бывают. Бурый плакса, да? Ну, да. Наверное. Спасибо вам большое за интересную беседу. Напомним, в гостях у студии «Хорошего настроения» были младший научный сотрудник Минского городского зоопарка Елена Бодрова и зоотехник Евгения Резниченко. До свидания, спасибо, хорошего дня. Всего хорошего. С нашими телезрителями мы также ненадолго простимся. Смотрите прямо сейчас новости 24 часа, ну, а потом возвращайтесь к нам в студию «Хорошего настроения».